С утра покормил и до вечера, когда вечером смотришь, если корма нет, засыпаешь. Если есть, уходишь, а с утра уже засыпаешь новый корм. Пока одноклассники Азнура спят сладким сном, он уже трудится по хозяйству. И так каждое утро, без перерывов, на выходные праздники. До начала занятий в школе мальчишкам нужно не только самим подкрепиться, но и покормить всю живность. Легко за ними ухаживать. Они очень милые. Мне помогает папа. Он часто объясняет, что нужно с ними делать, как всё давать. И объясняет, как за ними ухаживать. Родители стараются приучать сыновей к труду с детства. Да и для них самих, судя по всему, забота о пушистых зверьках не в тягость. И этот крольчатник глава семьи оборудовал ещё когда мальчишки были малышами. А всё началось с искреннего подарка. Когда маленький был, у соседа были кролики. Вот он мне один подарил. С детства, можно сказать, связан с ними. А более профессионально, более уже породы разные, уже начал лет 10, наверное. Помимо кроликов и кур в хозяйстве Лиевых есть небольшое стадо овец. Сейчас они находятся на выпасе в горах. Поэтому работы немного поубавилось. Но в скором времени нужно будет обрабатывать огород, а в саду поспеет урожай фруктов. А значит, снова нужно засучить рукава. Ведь, как известно, один летний день весь год кормит. Вращиваем в основном яблоки и груши. Яблоки и груши мы больше всех посадили зимние, чтобы можно было зимой своё что-нибудь. Но помимо них есть абрикосы, черешня, вишня, персики есть у нас. Они очень хорошо нам помогают. Очень хорошо. Потому что старшие сразу после школы стараются в хозяйство пойти, кроликам воду дать, курей покормить. А младшие тоже с нами. Если мы в огород, они с нами. Если мы в хозяйстве, они тоже с нами. Мы стараемся их не нагружать, а им показывать примером. Они, мне кажется, ещё больше запоминают, когда примерами даёшь. Есть семья Лиевых и свой герой. Прошлым летом старший сын Назар спас тонущего ребёнка. Не справившись с бурным течением реки, мальчишка чуть было не ушёл под воду. Но Назар не растерялся и вытащил его на берег. Это был обычный летний день. Я пришёл с друзьями на речку купаться. И в один момент я сидел на береге и услышал крик матери. Посмотрев в речку, я увидел тонущего ребёнка. Без раздумий я прыгнул в воду, обогатею его на своё плечо и благополучно вынес ребёнка на берег. Выразить благодарность и поздравить юного героя приехал начальник главного управления МЧС по Карачао-Черкесии Александр Голоколинга, сенатор Крым-Казаноков. Представители администрации посёлка и района. Они вручили юному герою награду председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко – медаль за проявленное мужество. О своих достижениях семья Лиевых написала в анкете, которую отправила для участия во всероссийском конкурсе «Семья года». По итогам финала Северокавказского федерального округа их признали победителями в одной из пяти номинаций. Нам диплом вручили, подарки. И теперь в последующем мы будем участвовать на федеральном уровне. Всероссийский конкурс, всё то же самое, но уже и Всероссийский конкурс. Там уже и Министерство труда и защиты, социального развития России, там уже будут в Москве проводить конкурс. Лиевы с нетерпением ждут этой поездки. И надеются, что в их семейной летописи появится ещё одна запись о том, что они признаны лучшей семьёй страны. Каким будет очередное конкурсное испытание, они не знают, но уверены, что смогут достойно показать себя и свою республику. Латима Куршева, Саид Исмаилов, Архиз 24.